Русская Германия, Германия, выставка во время чумы Петр Левский Русская Германия, Германия 20 сентября 2019 года Развернувшаяся в Германии дискуссия о будущем автомобиля не может не затрагивать и будущее автомобилей строительной промышленности, системообразующей для немецкой экономики и отрасли, в которой заняты и с которой профессионально связаны миллионы людей. Главным смотром достижения этой отрасли всю золотую эру автомобилестроения был франкфуртский международный автосалон IAE, интернациональный автомобил Аустелунг, проводящийся в финансовой столице Европы с начала 1950-х годов. История автосалонов в Германии ведет свой расчет с конца 19 века, но именно выставка во Франкфурте стала самой крупной в мире и наиболее значительной наряду с женевским и чикагским автосалонами. В лучшие времена за примерно 10 дней IAE собирал около 2 миллионов посетителей, внимание которых на проходящем раз в 2 года, по нечетным салоне были представлены важнейшие новинки практически всех важнейших мировых производителей. 2010-е становится периодом заката IAE. Выставка во Франкфурте идет и сейчас, но все текущее десятилетие ее организация сопровождается оттоком важнейших марок. Все больше производителей поворачиваются спиной к традиционному мероприятию, выбирая иные способы достучаться до потребителя. От представления новых моделей на принципиально иных, неавтомобильных мероприятиях, до чистого интернет-маркетинга вместо привычной выставочной работы. Первым, еще в начале текущего десятилетия, IAE потерял Volvo, позже последовали многие другие значительные марки, в основном американские и азиатские. В 2019 году на IAE представлены Mazda, Nissan, Renault, Decha, Peugeot, Chitrain, Mitsubishi, Chevrolet, Chadilla, Fiat, Chessler, Alfa Romeo, Rolls-Royce, Aston Martin, Suzuki, Subaru, Toyota. Отечественные производители, порой занимавшие на территории франкфуртского экспоцентра двухэтажные корпуса, Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, активно сокращают занимаемые площади. Презентации новинок происходят с меньшим масштабом, все более превращаясь в дискуссию о технологиях, которые спасут автомобиль. Сейчас это в основном электромотор вместо двигателя внутреннего сгорания. Автомобили строители вынуждены все больше лавировать между спросом на несуществующий автомобиль, мощный, массивный, при этом скромный в потреблении и экологически чистый, и год от года растущим в обществе неприятием машины как главного способа индивидуальной мобильности. Открывавшая выставку канцлер Германии Ангела Меркель, Ангела Меркель, взяла в своей речи автомобиль и строительную промышленность под защиту, призвав ее сконцентрироваться на производстве более эффективных, экологичных автомобилей. Акции не слишком мешают работе автосалона, но его организатор, Союз автомобильной промышленности, вербандер автомобиль индустрия, ВДА, всерьез задумывается о том, чтобы оставить Франкфурт. Многие производители, интересы которых в конечном счете представляет ВДА, настаивают на том, что выставку надо проводить в разных местах, среди предложений, организация мероприятия попеременно в Берлине и Кельне. Для Франкфурта Интернациональной Аутомобила Устелунг, крупнейшая и наиболее важная коммерческая выставка, ее потеря станет большим ударом. В 2017 году последнюю ИАЭ посетили 810 тысяч человек. Наберет ли нынешний автосалон, проходящий в тяжелые для международного автопрома времена, такое же число заинтересованных, большой вопрос. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.